Приветствую вас, мои дорогие зрители! На связи Яна Федорова. Сегодня буду работать с фуксиями. Вот здесь стоят у меня черенки фуксий, два поддончика. Уже давно пора ими заниматься, они перерастают, но все никак руки не доходят. Сегодня наконец-то решила ими заняться. Вот какие огромные длинные черенки, они уже все тут совершенно позаросли. Эта ситуация, конечно, не очень хорошо у меня, но просто недостаток времени, вот наконец-то сегодня решила ими заняться. Нужно их поскорее, поскорее обработать, исправить ситуацию. Я сейчас посмотрю, что с ними можно сделать. Вот начну с самого большого. Так, сейчас распутаю его и отдельно буду заниматься с каждым. Вот какой огромный-огромный черенок. Укоренены они у меня вот в таких стаканчиках, прекрасно укоренились и вот даже прилично выросли. Так, вот с этой веткой сейчас буду ее обрезать. Обрежу вот здесь, очень коротко. Вот так. Раз и все. Из нее я буду сейчас делать черенки. А вот это вот у меня росточек остается. Я уже здесь одну веточку брала, тоже здесь была огромная такая ветка, просто недавно, недельку назад соседки отхватила по-быстрому и все. И у нее пошли вот два боковых росточка. Также и отсюда пойдут боковые росточки. Она, вот этот черенок, приобретет уже нормальную форму, больше раскустится. И уже в дальнейшем мне нужно будет следить за ним, чтобы уже не допускать и формировать его с помощью обрезки. Так, а из этой веточки сейчас сделаю черенки. Ну, примерно, вот здесь отрежу. Вот, отрезать надо вот здесь, в этом месте. Не оставлять здесь длинного пенька, потому что он потом либо гнить начнет, либо сохнуть. Вот такой маленький пенечек оставлять. А здесь уже будет нормальная ножка. Вот первый черенок у меня пошел. Так, и здесь тоже, наверное, два черенка выйдет. Вот здесь сейчас отрежу. Вот, получается черенок с тремя между узлями. Листочки у него смотрят вниз, поэтому мне надо будет сейчас не перепутать его, не посадить вот так, как будто бы он выглядит вот так, естественней. Вот так. А то у меня был такой случай, сажала кверх ногами. Так, а с этим уже полуодревесневшим черенком. Так, ну, наверное, вот здесь ему подновлю немножко. Вот так. Вот эту часть не буду использовать. У меня и так их очень много. Вот такой черенок. Так, тут очень много листьев. Нижние листочки удалю, чтобы проще было укореняться. И вот эти листочки наполовинку тоже обрежу. Так будет легче ему укореняться. Вот такой черенок. Так. Тут, ну, тут тоже можно листочки нижние удалить парочку. Вот. Так. Ну, а тут так пойдет. Вот три черенка с этого кусточка вышло. И вот так все один за одним. Вот здесь прямо отрезаю. Ничего страшного. Бояться не надо. Потому что, ну, как я уже сказала, фукси формируют с помощью обрезки хороший кустик. Из боковых пазух пойдут росточки. И эти росточки тоже. Потом, когда они вырастут, тоже надо будет подрезать, чтобы это не была одна такая вот палка, как она у меня росла. А был такой хороший, нормальненький, пушистенький кустик. И тут тоже так же. Раз. Так. Два. Три. Вот три. Так же убираю у него нижние листочки. И у этого все прекрасно. Вот три черенка. Так. Мне надо сразу подписать сорта. Вместе их поставлю пока, чтобы не перепутать. Это от этого. Так. А это у меня от этого. Вот. Чтобы бирочку потом отдельно подписать. Так. Тут разные варианты у меня есть. Вот. К примеру, такой. Уже совершенно какой-то некрасивый, неказистый. Я его тоже. Вот здесь. Раз. Ну, а здесь, наверное, вот так. Вот. Тут тоже есть почки. И на этом, и на этом стволике. Тоже он распустится. И будет нормально расти. Так. Ну, тут один черенок возьму. Этот какой-то весь неказистенький. Я его выпрошу. А тут уже практически готовый черенок. Так. Нижние листочки тоже убираю. Так. А это у меня этот сорт. Lady in Black называется. Тоже очень хороший сорт. Вот. С этим так поступило. Так. Как бы мне тут их распутать. Они уже так посплелись. Вот. А вот есть такой вариант. Это у меня сорт Blue Angel. Он такой полуампельный. Поэтому он свисает. Вот этот, я думаю, ничего не делать. Ничего не обрезать. Тут уже достаточно побегов. Он сам как-то ветвится, кустится без проблем. Ну, может быть, вот здесь. Вот здесь один маленький. Отрежу. Вот так. Чтобы больше кустился вот с этой стороны. Наверное, вот здесь тоже. А то как-то здесь густо, здесь пусто. Пусть с этой стороны тоже немножко кустится. Так. Тут два чайника. Тоже вместе поставлю. Так. Вот еще есть вариантик. Тоже есть побеги. Так. Ну, здесь вроде бы хорошенькие побеги. А вот эти, думаю, тоже немножко подформировать. Чтобы погуще было. Вот здесь один. Так. Ну, а здесь, наверное, вот так. Здесь хоть листиков и нету, но почки есть. Тоже пойдут побеги. Так. Ну, вот этот какой-то жиденький. Я его брать не буду. Ну, вот этот вполне хорошенький, приличненький. Из него, в принципе, можно два даже черенка сделать. У меня много этого сорта. Поэтому я сделаю один, просто покороче. Вот так. И нижние листочки. Вот довольно хорошенький черенок сам по себе сформировался. Хорошо, нормально выглядит. Довольно такой уже куститься начал. Ну, хочу ему побольше сделать, чтобы он побольше раскустился. Поэтому вот эти побеги тоже подстригу. Вот с помощью обрезки фуксии очень хорошо формирую. Вот здесь. Вот так. Из всех этих боковых почек пойдут побеги. Он будет еще в два или в три раза пышнее, чем он был до этого. Ну, тут практически все черенки уже сами по себе готовы. Вот сколько у меня получилось разных вариантов. С каждым черенком приходится работать отдельно. Индивидуальный подход нужен. Какой, как именно лучше обрезать. Сейчас я все дальше черенки буду сажать. И сами вот эти маточные растения тоже буду пересаживать. Сажать опять же буду вот в такие стаканчики 200-граммовые. Делаю отверстие. Насыпаю в земли. Земля, конечно же, для укоренения черенков должна быть очень хорошая, мягкая, пушистая, рыхлая, воздушная. Вот такая земелька. Лучше купить для этого землю. И проливаю ее. Все стаканчики сейчас подготовлю для посадки. Покажу вам на одном кусточке. И потом уже вы будете знать, как что делать. Так, здесь у меня 4 черенка. Сорт свингтайм. Вот. 4 стаканчика я уже приготовила. Бирочки все подписала. Беру черенок. Обмакиваю сначала в воду. А потом в корневин. Вот так. Делаю углубление. Так, листочек отпал. И вот так сажаю. И обминаю немножко землю. Так вот, тоже, наверное, удалю эти нижние листочки. Они мешают, в общем-то, при посадке. Вот. Вот это углубление. И обминаю. Сажаю по почке. Вот. Вот. Вот по сюда. И так. Все 4 штучки. Теперь немножко воды в каждой, чтобы земелька охватила черенки получше. И буду ставить вот в такие зип-пакеты. Но они, наверное, размером где-то 17 на 25. Вот такой величины. Я в них постоянно все делаю. Это очень удобно. И прекрасно все черенки укореняются. Закрываю пакетик. Вот. И поставлю череночки на освещение на своей полочке. Я поставлю их под бикалор. Вы уже видели. Там, где я брала черенки, там такой розовый цвет освещения. Это светильники спектр бикалор светодиодные. У меня их немного. Но сколько есть места под ними, я стараюсь это место приберегать под какие-нибудь ценные цветочки. Или рассаду. Вот. К примеру, под фуксии или под гибискусы. Потому что под ними все прекрасно укореняется. Все растет. А если какие-то ослабленные растения, то выхаживаются все. Даже самые слабенькие, самые маленькие, самые чахлые. Которые как-нибудь там, что-нибудь заболели. Выхаживаются под ними все. И вот я приберегаю такое место под бикалором. Либо для черенков, либо для каких-нибудь ослабленных растений. Когда я вот так сажаю черенки, я их ставлю. А потом они у меня так и стоят. 20-30 дней я их не проветриваю, не поливаю. Просто даже не смотрю. В принципе, раньше 20 дней корни не появятся. Смотреть бесполезно. Если у вас есть время, можете проветривать. Потому что постоянно задают этот вопрос. Вот так немножечко пакетик открывать на 10-15 минут в день. И закрывать. Но я не проветриваю, не делаю это. Потому что у меня их много. Сотни всяких разных черенков, листочков. Поэтому у меня просто нет никакой возможности этим заниматься. Это я только целый день буду ходить проветрить. Поэтому я вот так прямо оставляю. Образовывается конденсат. Ну, я заметила, что он не вредит. Он просто стекает по пакетику. И остается на дне. А на дне же у нас стаканчика есть отверстия дренажные. Вот через отверстие. Это вода, которая стекла в виде конденсата. Она снова впитывается. И получается такой круговорот воды. Полива, в принципе, тоже на месяц хватает. Даже больше не требуется. Поэтому вот раньше 20-30 дней я даже не подхожу и не смотрю. Потом уже начинаю смотреть. Достаю. Если корешки появились, то начинаю уже с ними работать. И все остальные черенки я тоже сейчас так же посажу. Так, а теперь вот эту мне тоже ведь надо обработать. Я ее пересажу в горшочек побольше. Так. Наверное, вот в такой горшочек побольше. Пусть она у меня растет, развивается. Обрастает новыми побегами. Беру фитилек. Из какой-нибудь синтетической веревочки. Продеваю туда. Немножко земли на дно. Вот. И сам цветочек. Так. Листочек убрать. Вот так. Можно даже немножко на сантиметр ножку заглубить. Вот и обсыпаю земелькой. Сейчас корневая система будет нарастать. Кустик пойдет в рост. Появятся боковые побеги. И превратится он у меня в хорошенький, нормальный, пушистый кустик. Все. Немножечко полить надо. И теперь я поставлю вот в такой поддончик. Чтобы у меня был поддонный полив. Через фитилек как раз будет поступать вода. Он будет тянуть столько, сколько нужно. И сюда на дно я буду наливать воды. Вот сколько у меня черенков получилось. 20 штук. И сами вот эти материнские кустики. Некоторые я пересадила в горшочки. А некоторые, которые еще поменьше, так оставила. Считаю, целых часа полтора, наверное, этим занималась. Сейчас буду их на полочку выставлять. А полив поддонный, я вот так делаю. Наливаю в поддончик. И фитилек впитывает. Столько, сколько надо. Потому что по одной штучке нет никакой возможности поливать. Это все для экономии времени у меня. Итак, прошел месяц. Через месяц черенки фукси уже укоренились. Сейчас вам покажу, как я дальше поступаю. Вот так беру пакет. Открываю. И вот так. Немножечко приоткрытым оставляю. И так сейчас все черенки я сделаю. Это делаю для того, чтобы растения, не привыкшие к сухому воздуху, не закаленные. Они здесь находились в тепличных условиях. Если просто сейчас пакет убрать, то они завянут и могут погибнуть. Я никогда так не делаю. А всегда вот так. Беру пакет сверху, чуть-чуть приоткрываю и оставляю так на 3 дня. А потом уже, когда они адаптируются, пакет полностью снимаю. Так, сейчас покажу вам, как они укоренились. Потом обратно поставлю пакет. Вот какие хорошие корни. Прямо до самого дна, даже через отверстие. Пророс корешок. Вот так за месяц укореняются черенки. Все прекрасно, все замечательно. Поставлю обратно в пакет и отнесу их снова на полочки. Через 3 дня закалятся. И я вам покажу все черенки. И вот еще примерно через недельку все черенки прекрасно себя чувствуют. Они хорошо укоренились, прижились, адаптировались. Поливаю по-прежнему в поддон. Сейчас пока они еще выглядят слабенькими. Но ничего страшного. Я вот уже вижу, у них пошли уже просыпаться боковые почки. И вот маленькие боковые росточки. Вот почти у всех уже появились. Сейчас они очень быстро тронутся в рост. И обрастут хорошими побегами новыми. Фукси растут очень быстро. Так что скоро нарастет новая, хорошая, молодая крона. Зацветут фукси из черенка примерно через месяц. После того, как укоренились, уже начнут показываться первые 1-2 цветочка. И можно будет уже увидеть сорт. Вот так, дорогие мои зрители. Если вы узнали что-то новое и полезное для себя, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Желаю вам удачи в вашем цветочном творчестве. До новых встреч!